Хочу вам показать скрин, вот он, это скриншот статистики одного из недавних моих видео Вам она недоступна? Нет, нет, зря ты сейчас подумал, будь то я решил пожаловаться, мол просмотры скручивают Не в этом дело Я показываю вам ОНЭХ для того, чтобы продемонстрировать на что в данной ситуации, в которой мы все дружно оказались Государство продолжает тратить деньги И это не три копейки, это миллионы рублей, которые выливаются в тот же Ютьюб для борьбы с инакомыслием в интернете На информационные войны расходуются, если по-простому На дворе страшнейший кризис, последствия которого мы пока еще не осознали На дворе угроза эпидемии и неизвестной болезни Денег катастрофически не хватает, причем ни на что За окном пахнет апокалипсисом А российские власти вламывают миллионы ваших рублей в покупку скруток В покупку дизлайков, финансирование фабрик, троллей Это ваши миллионы, они сейчас нужны вам как никогда Но их тратят вот на такую фигню И когда ты будешь думать, у кого перехватить пару тысяч, чтобы твоя семья еще недельку могла продержаться Вспомни об этом, прямо сейчас, миллион пролетел Второй, третий, это твои деньги, и они летят в никуда Начинаем! Кстати, раз уж начали о бесполезных тратах говорить в разгар кризиса и коронавирусной пандемии Предлагаю переместиться в российскую глубинку и посмотреть, что происходит там Как в небольших городах на фоне тотального безденежья выкручиваются Как оправдывают отсутствие элементарных средств защиты, вроде масок В кадре глава города Невиномыска Михаил Миненков Вот берем три салфетки Вот раз, два, три, одну на другую кладем Нужно вступили Вот, и получается такая маточка Чуть ее вот так вот, хоп-хоп, расширяешь И на свои уши одеваешь А еще этот человек боевой офицер Герой России и друг моего детства, это правда А что же Михаил делает? Да по сути унижается перед людьми Глава самого богатого города на Ставрополье Герой самой богатой страны на планете Объясняет горожанам, как сделать медицинскую маску из подручных средств В силу того, что он встроен в вертикаль власти Господин Миненков не может критиковать федеральный центр Он не может прямо сказать Да меня там просто послали, ребят Денег не будет Масок тоже не будет Их на 14 самолетах отправили в Италию Потому что потом еще в США и потом в Сербию Держаться как умеем, друзья, придется Где наша не пропадала? Наша пропадала везде И вот от этого становится противно Мне, например Скажу честно, сегодня мой друг Михаил Не разделяет мою точку зрения Он правда свято верит, что если в Кремле Приняли решение помочь кому-то другому В тяжелой ситуации Значит так было нужно Он действительно уверен, что я не люблю свою родину Поэтому критикую наших чиновников Хотя ему простительно Он в погонах Всю жизнь выполнял приказы Всю жизнь этому мужику вбивали в голову Командир всегда прав Но мы-то с вами люди гражданские И не живем по утвержденному распорядку дня В котором прямо написано законодательно 21.00 просмотр программы «Время» У нас есть возможность посмотреть на происходящее со стороны И осознать Масок этих нет Не потому, что они очень сильно были нужны за бугром Денег нет Не потому, что звездец подкрался незаметно А потому, что в руководстве страны Засели граждане Которым либо откровенно пофиг на население Либо с компетентностью проблемы Эффективные бездарей хапуги Нами управляют Вот и вся тайна мадридского двора Это реальная журналистика Хуй из враги государства Тема сегодняшнего выпуска Поехали! А в России, друзья, очередной прорыв тем временем случился Те, у кого есть дети, об этом уже знают Остальным просто докладываю В минувший понедельник школьники и студенты Перешли на дистанционное обучение Из-за коронавируса Уже через пару часов система начала жутко сбоить Вот такие вот сообщения мне слали пачками Оно не готово к использованию Сервера и домены Не в состоянии принимать и обрабатывать такое количество информации Дневник Руй в обычное это время работал кое-как А теперь я некоторых цифровых ошибок за всю жизнь ни разу не видел Короче, идея с дистанционкой провалилась даже не начавшись К слову, вот это едва ли не единственный чиновник в стране Который не побоялся публично признаться в случившемся промахе А ведь россиян намного меньше, чем тех же китайцев Да что там китайцев Нас меньше, чем американцев А еще весь 2019 год мы активно создавали какую-то чудо-систему Автономный интернет Которая в случае глобальных катаклизмов Обеспечит бесперебойность работы в виртуальном пространстве Ага, кучу денег на это ухнули Медали ордена главный раздавал повышение Один из авторов данного законопроекта, например, сенатор Бокова В министерское кресло перепрыгнуло и война еще даже не началась Мы всего-навсего дистанционное обучение опробовали А не работает железка Миллиарды в нее всохатили и не работает Кто теперь за это ответит, стесняюсь спросить Вот при советской власти Тубукову уже бы ОБХСС мордовал Сегодня такой организации нет И знаете, что хочется добавить? К сожалению Потому что надоело Надоело, что ворам и некомпетентным бездельникам Каждый раз сходит с рук их недальновидность и халатность Профукали целую кучу народных денег Ну и что? Кто же знал, что оно вот так будет? А надо было знать Семь раз отмерь, один отрежь Не дураки данную пословицу придумали Да и в принципе каждый должен заниматься своим делом А когда вопросами кибербезопасности в России Отзадачиваются учитель истории Бокова И недофилософ, недоюрист Клишас У них и получается кулеш из топора Дорогой только Реальных кредитных и налоговых каникул в России не будет Не будет, к сожалению, и прямой денежной помощи российским семьям Которые лишились работы и источников дохода Про обновление налогов для малого и среднего бизнеса Вообще промолчу Вот, кстати, не я один, как любят говорить лживые чинуши Ихалу и панику развожу Журналист откровенно про кремлевского СМИ Канала Царьград Называет вещи своими именами Поясняя, по сути, ребята, нас кинули Но мы враги Враги, потому что говорим, как оно есть на самом деле Как будет А вот друзья Друзья всегда доносят до людей информацию по принципу В некотором царстве В некотором государстве Кстати, по поводу в некотором царстве А вы в курсе, что федеральная антимонопольная служба Предложила повысить цены на газ для населения С 1 июня на 3% Вот это я понимаю Меры поддержки народу оказываются А еще правительство Мишустина На днях приняло решение О запрете на ввоз в Россию Дешевого импортного бензина Ну, там, на загнивающем Западе Обвал цен на углеводороды Привел к тому, что бензин подешевел В США, например, в пересчете на нашу валюту Литр стоит уже 17 рублей В некоторых штатах даже до 8 опустился А что великий и могучий А мы не можем себе позволить снижать цены на топливо Почему? ХЗ Это сейчас такое модное букво-сочетание Вот чтобы не быть голословным Пескову как раз на медне вопрос данный задали РНТВшники Он так и ответил Да я ХЗ Ну, смотрите, лучше все-таки за разъяснениями обратиться в правительство Шедеврально Ну мы это, как его, му-би Обратитесь-ка вы лучше в правительство Ага, как будто в правительстве что-то другое скажут Вот я прям себе так и представляю Пресс-секретаря Белого дома, который объясняет стране Господа, ну вы же понимаете У Игоря Ивановича Сечина и других олигархов куча бытовых расходов Им яхты содержать нужно Виллы, дворцы, а еще жен, детей, любовниц Шубохранилища, всякие тачки модные Вы знаете, в какую копейку все это обходится Чиновники, опять же, кушать привыкли вкусно Даже в условиях кризиса Вы что им предлагаете? На Доширак перейти и на метро пересесть А многие взятки, кстати, наличкой брали И в рублях Рубль-то обесценился, вы разве не в курсе? Нефть, опять же, теперь ничего не стоит Какое снижение цен на бензин? Вы обалдели? Вот так вот в пресс-службе правительства Должны ответить Вообще, дождитесь ближайшего эфира Киселева Этот чего-нибудь досоврет Типа, нам просто необходимы Высокие цены на топливо Потому что ракетов, 27 махов Ух! Ну или что-то в этом роде А вообще, господа, в тысячный раз повторюсь Данный кризис нам был необходим Даже, ведь он конкретно обнажил гниль И продемонстрировал нам Все российское величие Зиждется на четырех китах Телевидение, радио, газеты и журналы Нет его этого величия Оно придумано пропагандистами Вы думаете, почему в Кремле даже сейчас Больше всего пекутся о проведении Парада Победы Который вроде бы на июнь перенесли Но это не точно Да потому что другой позитивной повестки У этих ребят нет И в обозримом будущем не предвидится Мне в последние дни смешно За пропагандистами наблюдать И скандалить и шоу Типа, время покажет, 60 минут и так далее По ящику не о чем рассказывать Куда ни глянь, везде засада Ладно, закругляться пора Это была реальная журналистика Дальше сами все знаете Подписывайтесь на нас в ютьюбе В соцсетях тоже жду В друзья добавляйте С темы предлагайте Под ними мы обсудим А я за сим Спешу откланяться Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok